Кто из вас когда-либо мечтал полететь в космос? Круто! А я вот никогда не мечтал стать космонавтом. На встрече со школьниками и студентами летчик-космонавт по секрету рассказал, что он мечтал стать ученым. Даже закончил соответствующий вуз. Получил специальность вирусолог. А дальнейшую судьбу уже определила работа. Сергея приняли в Московский институт медико-биологических проблем на программу биоспутников. Задача его была обследовать животных до полета в космос и после. Когда программу закрыли, Сергей шутит, что переключился на животных побольше. Обследовал непосредственно космонавтов. В один прекрасный день меня вызывает начальник. Говорит Сергей, вот себе с бумаги давай пиши заявление в отряд. Российская Академия Наук решила набрать ученых в космонавты. Но всем известно, что ученые бывают или очень умные, или очень здоровые. Сергей Рязанцев стал первым бортинженером без инженерного образования. После первым в мире ученым, командиром космического корабля. Два космических полета суммарной продолжительностью 306 суток. Четыре выхода в открытый космос продолжительностью 27 с половиной часов. Скажу честно, там круто, потому что ни с чем на Земле вот это чувство невесомости не сравнить. Это древнее желание человека летать как птица. Вот там это получается. Плюс потрясающие виды из иллюминатора. Я в каждой лекции обязательно, и ребятам сегодня тоже буду показывать фотографии нашей прекрасной планеты из космоса. Плюс, на самом деле, уникальная наука. Мне, как ученому, безумно интересно было там работать. Причем эксперименты не только по биологии, но и по физике, по химии, по медицине. И они действительно интересные. Самые часто задаваемые вопросы на встречах, говорит Сергей Рязанский, это какие космические просторы отправитесь покорять дальше, классические, были ли американцы на Луне, и вполне бытовые, как космонавты живут, моются и развлекаются. Основная же цель, говорит, замотивировать ребят, доказать им, что можно добиться всего. Один из главных факторов для этого – позитивный настрой. Ведь не просто так самая лучшая присказка у них. У космонавтов все всегда хорошо. Продолжение следует...